Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас с Джимотэ. Меня зовут Юрий Озаровский. Я очень рад вас всех видеть с той стороны экрана. Увижу, надеюсь, в комментариях. Не забывайте подписывайтесь. Юрий Озаровский во всех соцсетях. Это ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Одноклассники, Рутуб. Везде буду рад вас видеть. Спасибо за то, что поддерживаете. Мы сегодня 6.04.2022 года находимся в Джимотэ, рядышком с Голивером. И пройдем, посмотрим, какие заведения готовятся к открытию, какие уже открылись. Есть ли изменения на проходе к морю? Я скажу, что нету, потому что я вчера специально заезжал посмотреть. И посмотрим состояние моря. Меня просили в Джимотэ, я вам показываю. К сожалению, трансляция здесь не проходит, поэтому мы ее запустим только на море. Продолжение следует... Бульвер. При Полякове снесли навес, при нашем Василии поставили навес обратно на улицу. В общем, непонятно, что происходит и почему так меняется, как говорится, настроение нашей администрации. Ну и, собственно, вот так вот выглядит вся территория сейчас здесь. Тишина и спокойствие. И огромное количество аптек. Считайте, одна аптека. Я вам сегодня покажу их много. Пока ничего здесь не работает. Работы по подготовке сезона курортного предстоит огромное количество. Потому что, ну, куда ни придешь, везде какой-то трындец творится. Самый трындец сейчас, конечно, на пляжах у нас происходит. Их потихоньку убирают. Но до окончательной уборки победа еще долго. Еще одна аптека, если вам очень надо. Кафешечки мы видим, что здесь еще заблокированы. С сетками разнообразными. Не готово. Но начало сезона нашего. Потому что будем помогать тем людям, кто хочет приезжать. Вот вам, пожалуйста, в кафе Рафаэль. Требуется летний сезон. Работники уже не готовы. Потому что, чтобы запускаться. Кстати, Рафаэль кафе вот это запускается одной из самых первых. На Джима Те, я думаю, что к концу апреля, начало мая, оно уже будет функционировать. Люди есть. И, честно, жизнь даже кипит, какая-никакая. Потому что я видел, что все, сказать, пытается ожить. И хочет уже сезона. Надоели, говорится, с этими погодами. Песелем. Привет. Не бойтесь, я вас кушать не буду. Конечно же, вот Тимрюк. И он решил меня съесть. Спасибо, дорогой друг. Гостевой дом Клим. У меня был на обзоре. Можете посмотреть, есть на канале. И здесь одноименное кафе Клим также находится. Одно из самых, наверное, движниковых мест Джима Те. Сейчас все еще закрыто. Никаких изменений нет. Хотя вчера вроде бы мы проезжали. И здесь был открыт коллег. И там что-то уже ремонтировали. Было интересно, конечно, было посмотреть приготовление. Но пока вот тишина. Вот в этом году впервые заработал, допустим, Буфет Причал. То есть ранее здесь, по-моему, в Винне был магазин. А сейчас вам, пожалуйста. И пиво можно на розлив прикупить. И кузняшек каких-нибудь. То есть все работает для вас. С той стороны у нас еще одна аптека. Если вдруг вам не хватило, там вот еще одна аптека. Потом вот еще через Тандер Хаус аптека. Тандер Хаус, кстати, работает. Если вам очень надо аптеки, он тогда, конечно, там еще одна аптека возле магнита. Элис Кафе функционирует. То есть уже в плане того, что подготовка идет. И выносят оттуда очень много всяких старых, наверное, предметов интерьера. Будет, наверное, полное обновление. Здесь пятерочка. Магазин работает. Фоногария работает. У них там постоянно гитарские скидки. И туда дальше находится еще магнит. Он тоже работает. Но это пересечение то, куда мы идем. В принципе, это улица Песчаная. Первый проезд. И улица Виноградная туда находится. И Пионерский проспект. Здесь при Юрии Полякове у нас создавался сквер Джамате. То есть обещали сделать красоту. Поубирали здесь игровые зоны. Ну, вроде бы, плиточку постелили. Но вместо растений здесь сейчас вырастивают амброзию. Больших количествах. Хотелось бы, конечно, чтобы деревья появились. И лавочки, и мусорочки. И встала хоть одна прогулочная зона в Джамате. Смотрите, температура воздуха раскачивается до 16 градусов. Но это на солнце. И если прячемся без ветра, то тогда хорошо и тепло. Здесь у нас пешеходный переход. Мы выходим на первый проезд. Здесь пока я ничего не вижу, чтобы еще запустилось. Но могу отметить, что вроде бы, так сказать, почистилось. Не везде, конечно, там движена чистота. Здесь прям какая-то свалка. Странно. Это, наверное, кто-то в свой дом подметает. А возле чужого не хочется вести. Ну, в принципе, у нас после подтоплений здесь произошло единственное изменение. Поменяли асфальтовое покрытие. Все люди просили к ним ливневые стоки, чтобы воду отводить. Отводить во водной канал, который находится у нас по задней стороне Джамате. Но, к сожалению, ничего не произошло. Никто ничего не сделал. И вот, как сказать, если даже вот такое украшение улицы возможно, что пенек старый торчит из асфальта. Господи, в каком мире мы живем интересным. Это вот дорожный рабочий и просто уровень бог. Возле этого магазина, кстати, мы видели, что перестелили плиточку. Ну, симпатичненько стало. Это тоже очень хорошо. Других каких-то изменений на этом квартале вообще нет. Мы подходим к пересечению улицы Песчаной. Смотрим вправо. Ничего интересного не видим. Хотя вот там деревья цветут. И смотрим влево. Здесь гостевой дом Еву. Правой стороны кирпичный. У нас есть на обзоре. Можете посмотреть. Столовая Б-52. Окончательно сняли все вот эти вот обозначаемые знаки. Сверху баннеров. И пока тоже закрыто. Не функционирует. Идем дальше. Посмотрим. Может быть, хоть где-то, хоть что-то. У-у-у. Друзья. Походу мы видим первое приготовление. Мохито. Пойдем в караоке. Караоке бар. Начинается. И тут тоже какие-то ремонтные работы ведутся. На кровле. У нас на столбе. Что-то тянут. В общем, все-таки движуха имеется. К сезону готовятся. Хотят. Конечно, мусор за углами пугает нас, друзья. Здесь вот база отдыха есть. В прошлый раз мы заходили, когда там на территорию. И они там наводили у себя порядок вовсю. То есть у них идет глобальное перестроение. В таком времени мы это тоже все увидим, когда убирают забор. Люди ходят, гуляют на море. Дышат воздухом. У них как бы все хорошо. И море никто не может забрать. Если вы сейчас будете сюда приезжать к нам отдыхать, то оно будет. Ну, какие-то вот магазины есть, да, где продукты купить. Там пару кафешечек есть. Таких сладостями. То есть если приехать даже сейчас, все равно с голоду не умрете. Воно по вам за едой ездить не придется. Здесь у нас находится улица Виноградная. По улице Виноградной тоже никаких особых изменений мы с вами не увидим. Люди, которые едут под кирпичи. Блин. Там движение только к нам сюда. Туда, в принципе, запрещено. Здесь гостиница, я так понимаю, тоже хочет запуститься в этом сезоне. Всех любителей джимотей хотел бы обрадовать. Сказать, ребята, ура! Ведутся там впереди работы. Сейчас я вам все покажу. Но нет, не настраивались. На это фея с правой стороны. Один находится у нас. Здесь, кстати, тоже один из популярнейших гостевых домов. Астон называется отель. И у меня много подписчиков в нем отдыхает. Песок из-за того, что там нет еще от брусфера, додувает аж досюда. Чтобы вы понимали, насколько важно заграждение от песка. Вот он, песчаный. Никогда такого не было, чтобы здесь песок валялся. Я думаю, что те, кто со мной гуляют постоянно, согласятся. Здесь у нас поворот в тупик юбилейный. Пока воды как раз тут таки нет. Это тоже очень хорошо. Здесь, смотрите, в правой стороне вот эта юбилейная столовая. Я вчера подъезжал сюда. Ее здесь кровлю сняли. Ее, если вы помните, я тоже снимал. Очень сильно затопило. Посмотрим, что будет меняться. Возможно, они тоже будут подниматься вверх, чтобы не повторялась эта у них беда в каждом году. Слева столовая, пиццерия. Да, у нас проезд. Видите, дюна сносит все строения. Я сверху снимал на квадрике. Возможно, сегодня тоже увидели. Там прям заваливает дома песком, которые пытались здесь строиться на дюнах. Они с ним пытаются бороться. Вот смотрите, мое предложение снести вообще все до конца. Оставить просто песчаный выход на море. Будет бугорочком, люди будут подходить и по песочку до моря доходить. Нафига нам вся вот эта бетонная хреномантия. Потом после нее вот такие вот следы остаются. Конечно, ужасно сказать, что ребят, мы вас всех приглашаем, приезжайте, вас тут все ждут. Вот мэр у нас обещал, все сделали. К сожалению, нет. Все вот как в прошлом году, 13 августа, затопило. Потом через сколько там, 9 дней у нас все это разбили, разломали. Сам лично помогал здесь и слышал как раз таки обещание от мэра, что сделают трубы там, систему очистки и подпадания в море. Блин, как это звучало. Думаю, ну ура. В общем, именно вот так вот выглядит приглашение. В 2022 год. Здравствуйте, дорогие друзья. Приглашаю вас в Джимоте. Первый проезд вас уже ждет. От души вам счастья и радости. Везите ваши бабки, которые вы работали и зарабатывали целый год. Наша администрация города-курорта Анапа умеет давать обещания. Очень много и бесконтрольно. Потом их никто не выполняет. Это примерно то же самое. Витязева говорит, видоизменится. Будет вот прям новый дизайн-код. Вообще еще не поменялось. Ну, честно, несколько навесов снесли. И на этом, в принципе, все. Знаете, почему это происходит? Потому что у каждой территории есть собственник. А наша администрация этих собственников заставить не может. А мог раньше только один мэр, которого звали. Осталось немножечко, так сказать, преодолеть, чтобы это место... Пока же выглядит все, так сказать, опасно на жизни. Торчат всякие... О! Че это? Прикольно. Мужик тоже кайфанул. Шел на море, а тут ему бац, слили что-то. Это нормально. Наверное. В общем, заваливается все туда внутрь. Песок на место возвращается. Видите, как бы, как ни в чем не бывало. Тут главное, ни на чем не наступить. Здесь вот эти ролеты поубирали. Стало так, что как-то красиво. Сейчас зелень выпустится на дюнах, если они, конечно, еще живы. Эти все веточки будут. Вообще великолепный выход в море. Жду только вот эту вот всю хрень убрать. И тогда будет красота и великолепие. Ну, вот туалет, кстати. Джимоте с новым, 2022 годом. Это прямо такая красавица надпись. И мы вышли на пляж. Я думал, что здесь убирают пляж. А здесь, короче, полный трындец творится, дорогие мои. Сейчас будет очень обидно все это показывать. Увы. В общем, очень печальный такой вид с пляжами. Нефть та же самая. Ну, вот видите, она уже с песком перемешивается постепенно. Все вот эти блямбочки, это все нефтяные. Вот она, видите, тает. Благовещенская тоже вся в нефти. То есть, у меня сегодня написали комментарии, потому что я вот расстроен, что Благовещенская тоже нефть. Думали, что она как-то избирательная. То есть, но по всему морю. Причем в огромных количествах. Еще птицы в нефти погибшие валяются. Очень страшно приходить на такие пляжи. Мы видим, что приехали. Хотя бы, походу, животных пособирали мертвых. Чтобы люди сильно не возмущались. Потому что, ну, идешь там, так-то не обратишь внимание, пока не наклонишься. Не поймешь, что вот это вот все терненькое. Это, короче, со нефти. У меня прям очень много. Но она везде. То есть, что-то не тронешь, это все нефтяные блямбочки. Видите, я как и говорил, он начинает таять на солнце. То есть, температура поднимается. И от этого становится прям очень плохо. Это прям вообще трагедия. Дельфинчик. Это на белобочку похоже. Это неафалин, но тем не менее. Тоже очень жалко, когда погибает дельфин. Мне вчера, или позавчера, Ярослав прислал фото погибшего дельфина на пляже. Центральном прям в городе Курок-Тианапа. Очень грустненькая обстановочка, конечно. Ну, хоть здравствуй, морешка. Температура воздуха 12,7 показывает возле моря. Давайте узнаем температуру моря. 12,8 показывает температуру моря. Даже 12,9 в одном моменте было. То есть, температура очень хорошая для того, чтобы ходить, купаться, наслаждаться. Ну, там вот вижу прям черненькое какое-то пятно. Это не очень. Я думаю, с квадриком мы разглядели его, что там и как. В общем, друзья, огромная большая беда. Мертвые животные, нефть, мусор на пляже. Господи. Дай бог, чтобы мы как-то выжили и пережили. Это не страшно, конечно, от того, что происходит. Я давно, лет, наверное, 5 не наблюдал такую картину. Так, если поискать видео в канале, есть, как один раз было, тоже огромнейший мусор. Но тогда все базы, всех напрягли, чтобы они вышли, убирали пляжи. Сейчас же, знаете, зима, и МУП будет делать это очень долго. Надо, чтобы администрация города, так сказать, вышла с предложением всем выйти на общий субботник и попробовать навести порядок на пляже. Потому что, если мы, допустим, придем, начнем убирать, мы не сможем утилизировать трупы животных. Их надо вывозить к Новороссии, там есть специальный крематорий. Нефть – это тоже тяжелая утилизация. То есть, ну, очень много таких моментов, за которые должна браться именно администрация, чтобы заниматься этой организацией. Очень бы хотелось, чтобы они все-таки подключили людей и навести порядок. Потому что для нас это очень важно. Потому что каждый житель города зависит от сезона, который к нам должен прийти. Люди посмотрят на такую картинку, и кто захочется доехать. Я хочу поблагодарить МУП пляжа Витязева, кто занимается уборкой. Потому что я вчера вышел на центральный пляж. На дюнах была проблема с строительным мусором, но береговая линия была чистая. Я прошел от центрального пляжа в сторону Ахомарина, и везде было прям очень хорошо. И видно, что с граблями работали, собирали это все. Но здесь у нас полоска только… Вот она подавитязева, около 13 километров получается. Так что очень много надо сил и сил, чтобы привести все в порядок. А хочется, чтобы это все быстрее стало. И как можно меньше было вот этой вот беды. То есть, посмотрите, так ты идешь, смотришь, что нефть лежит, тает. То есть, трындец. Вот такая вот беда. Причем, я даже не могу представить масштабы, сколько была утечка нефти. Потому что она везде, по всем пляжам, так просто, не знаю, вот о танках перевернули, вывели. Сколько ее еще осело над ней, и сколько ее еще будет выбрасывать с течением времени. Ну, вот просто идем к пятно нефти. То есть, даже не та, которая там уже валяется, а уже растаявшая. Это то, о чем я говорил, что этим надо заниматься быстрее. В общем, ребят, поддержите лайком. Все по-честному рассказываю. Я от тебя тоже завися от сезона. Потому что Ютуб убрал монетизацию, и есть вариант, только если буду фотографией заниматься, чтобы вам, как говорится, продолжать эту деятельность свою, продолжать снимать видео. Поэтому приглашаю на фотосессии, красивейшие фото на пляжах. Надеюсь, что будут они чистые. И дай бог, чтобы все у нас с вами получилось. Как минимум встретиться в этом году. Всем пока-пока. Немножко моря для воспроения души. С вами был Юрий Азаровский. Уждем отэ. Улица Песчаная. Субтитры оставил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok